Сегодня подборка подпольной советской живописи разных лет. Часть этих картин была написана ещё в СССР. Тайна. В стол. Публика увидела их лишь после падения советского режима. Другая часть картин написана в 90-е и позднее, когда цензура и Лубянка уже не угрожали авторам. Обе части по-своему интересны, особенно сегодня, когда в России вовсю насаждается ностальгия об этих временах. А там есть что вспомнить. Юрий Кугач. Великому Сталину. Слава. 1950 год. Автор этого халуйства – известный мастер соцреализма. У него много таких картин. Юрий Кугач. 1 мая. 1952 год. Все просто счастливы. Солнце, весна, песни, танцы. Но кто бы мог подумать, что с 1960-х годов в тиши своей мастерской Кугач 30 лет работал над вот этим полотном, которое он лаконично назвал «из недавнего прошлого». Раскулачивание. Крестьянин с трудовыми мужицкими руками и чекисты, которые выселяют его семью из деревни. Впереди ещё веренится подвод с другими семьями. Как-то радости нет. Никто не танцует. Юрий Кугач имел звание народного художника СССР, был вполне обласкан советской властью, хотя и рисовал про неё всякие гадости. Тайна. Многие этого себе позволить не могли. Просто молчали и ждали своего часа. Эгиль Вейдеманис. Советский художник, сын латышского стрелка, который после 1917 года остался в России. Эгиль Карлович всю жизнь жил в Москве, о которой написал массу неплохих картин. Ну вот, например, «Зимний вечер в Замоскворечье», 1968 год. Но пришло время и выяснилось, что помимо Кремля и Замоскворечье, в Москве есть ещё и Бутовский полигон. Место, где в 1937-38 годах чекисты расстреляли и сбросили во рвы 20 тысяч человек, в том числе и отца художника. Отец после Гражданской войны работал в Латышском театре Скатуве в Москве, который был расстрелян почти в полном составе. Возраст расстрелянных в Бутово был в диапазоне от 14 до 82 лет всех национальностей и сословий, в том числе около 100 художников и более 900 священнослужителей. Сама техника расстрела на картине, правда, изображена не совсем исторически точно. В такой манере, с колёс, НКВД расстреливало поляков в Катыни. Выгоняли из машин в лес и стреляли. В Бутово всё было немного по-другому. Здесь был специальный барак, куда примерно к часу ночи подвозили народ, до 400-500 человек за ночь. Их заводили туда якобы для санобработки, один к одному, как нацисты в своих лагерях. Там сверяли личность, раздевали, объявляли приговор. Расстрельная команда в это время сидела в отдельном доме пила водку. Только потом начинали выгонять на улицу на расстрел по одному. По завершении всего дела к утру бульдозерист засыпал яму. Сергей Никифоров. Липы на месте расстрелов. Бутовский полигон. 2002 год. Санобработка в бутовских бараках хорошо, но не так эффективна. Поэтому эффективные менеджеры СССР применяли и более массовые методы смертоубийства. Например, голод. В связи с чем хотелось бы познакомить вас с заслуженной художницей Украинской ССР Ниной Марченко. В разгар советской власти она рисовала вот такие вот оптимистичные картины. «Возвращенное детство. 1965 год». Советский солдат освобождает детей из немецкого концлагеря. Эту картину, дипломную, художница посвятила тогда детям Бухенвальда. Правда, Бухенвальд освободили американцы, но это не важно. Или вот «Нина Марченко. Близнецы. 1972 год». На картине «Украинская деревня. Счастливая бабуля. Детки. Рушники». Но с середины 1980-х годов Нина Марченко стала рисовать и то, что творилось в украинской деревне во времена Сталина. Запись в колхоз. 1985 год. Озверевший коммунист в Буденовке загоняет крестьянина в колхоз. Когда загнали в колхоз, отобрали хлеб. Хлеб отобрали и продали на Запад, чтобы заработать валюту для индустриализации. В хлебных районах страны начался голод 1932-1933 годов. Прежде всего в Украине. Голодомор. «Нина Марченко. Дорога скорби. 1998-2000 годы». Идея уморить голодом несколько миллионов человек, чтобы продвинуть промышленность, не нова. Впервые ее применили британские колонизаторы в Бенгалии в конце 18 века. Они обложили индусов такими налогами, что отобрали у них все и вывезли в Англию, где в это время разворачивалась индустриальная революция. Правда, от этого 7 миллионов человек в Бенгалии в 1769-1773 годах умерли с голоду. Украина, а также российская Поволжья и Кубань стали внутренней Бенгалией Советского Союза. «Нина Марченко. Мать 1933 года. 2000 год». По самым скромным оценкам, в 1932-33 годах от голода в СССР умерло не менее 3 миллионов человек. Их обвиняли на сборочную линию Форда на заводе «Газ» в Горьком и турбины «Сименс» для Днепрогресса. И это правильно. Какую ценность представляет жизнь среднестатистического бенгальца? От турбины их крутить можно. Примерно в том же стиле, что и индустриализация, велась и война с немцами 1941-1945 годов, что и показал на своей картине 1985 года московский художник Сергей Шерстюк, сам сын фронтовика и генерал советской армии. Это картина «Мужчины одной семьи. 1941 год». А окончательный удар по мужскому населению страны нанесла послевоенная алкоголизация СССР. Ярче всех ее запечатлел в 1970-80-х годах художник Василий Колотев. Колотев был нонконформистом, не сотрудничал с властями, не искал никаких званий, премий, выставок. Работал слесарем на заводе и рисовал в стол, живя в убогой московской коммуналке. Василий Колотев. Красный день календаря. 1985 год. Пьяные советские пролетарии отмечают 1 мая. И корабль плывет. Пивная. 1979 год. Государствообразующая нация СССР во времена позднего Ближнего. Листья тополя падают с ясеня. 1984 год. Она же. Бульварная сцена. 1984 год. 1984. Андроповка. По 4,70. Ну, за духовность. Воскресенье. 1984 год. На лестничной клетке. 1983 год. Третий Рим и его римляне. Час-пик. 1986 год. Утро соседки. 1984 год. Советская коммуналка. Грязь, нищета, сверхдержавность. Девятый вал. 1979 год. Советская семья. Жена, по-моему, вместе с ним накатила. Эти бычки на столе, на полу. Вот зачем при детях курить? Очередь. 1985 год. Советские магазины. СССР был страной очередей. Совсем. От колбасы до туалетной бумаги. Знаменитые советские очереди, неотъемлемая часть плановой экономики, нашли свое отражение и в картинах других художников. Алексей Сундуков. Очередь. 1986 год. Очереди за продуктами из однообразно и убого одетых женщин производили действительно гнетущее впечатление. От них веяло безысходность. Владимир Каркадым. Ждут товар. 1989 год. Очередь в деревенском магазине. Уныние и покорность. Народ, сломленный деспотизмом. Впрочем, неудивительно. Ломали долго и жестко. Еще оболванивали. В старшем поколении, жившем при Сталине, страх 1937-го сидел прочно и навсегда. Избавление от этого заняло годы. Не у всех. Но зато метаморфозы, которые получились, порой удивительны. Яркий пример – Игорь Абросов. Народный художник РСФСР с 1983 года. Мастер соцреализма. Рисовал в так называемом «суровом стиле», популярном в 1960-80-е годы. Был вполне лоялен советской власти. Звания, выставки, в том числе за рубежом. Игорь Абросов «Мальчиш-кибальчиш», 1963 год. Картина по мотивам детской сказки Аркадия Гайдара о военной тайне «Мальчишеки-бальчише» и его твердом слое. Пропаганда начиналась с пеленок, усилиями в том числе таких людей, как Гайдар-старший и художник Абросов. Но тут не только пропаганда. Это аллегорическая картина с двойным дном. Маленький мальчик в Буденовке тянет руки к уходящему прочь суровому красноармейцу. Уходящий мужчина – это на самом деле отец художника. Известный хирург и революционер-коммунист Павел Абросов, которого расстреляли в 1938 году. В конце 80-х при Горбачеве начнется кампания по разоблачению сталинских преступлений. Художник Игорь Абросов напишет серию картин «Посвящение отцу» и станет понятно, кто есть кто на полотне 1963 года. Мать и отец. Ожидание. 1937 год. Написано в 1986-88 годах. Вот он, тот самый красноармеец. И черный воронок во дворе ждет его. Без права переписки. 1986-88 годы. Чекисты выводят арестованного. Стандартный приговор «10 лет без права переписки» погружал родственников в неизвестность. Это могло быть в самом деле 10 лет, а мог быть расстрел, о котором им просто не сообщали. В случае с отцом Игоря Абросова – второе. В СССР было несколько художников, которые лично прошли сталинский гулаг и изображали по памяти увиденное. Например, Георгий Черкасов, трижды судимый за антисоветскую агитацию и вышедший на свободу только после смерти Сталина. Георгий Черкасов, «Северное сияние», «Ухт-Печлак», конец 1930-х годов, 1960-е годы. В последний путь «Ухт-Печлак», 1938-й, написано в 1960-е. Это Воркутинский лагпункт, где в 1938 году проходили так называемые «Кашкетинские расстрелы» по фамилии чекиста Ефима Кашкетина, который их организовывал. На картине группу зэков ведут на расстрел. Слева двое сучных заключенных вяжут священника. Это реальный персонаж, отец Егор, с которым сидел Черкасов. Вяжут, чтобы перед казнью приговоренные не смогли причаститься. Еще яркий художник-лагерник Николай Гетман, уроженец Харькова, попал в 1945 году в гулаг за антисоветскую агитацию и пропаганду. Был в Тайшет-Лаге и на Колыме. Выйдя на свободу почти полвека, с 1953 по 2004 год, работал над серией картин «Гулаг глазами художника». Лагпункт Верхний Дебин, Колыма, 1985 год. Это прииск, где художник работал на добыче золота. Примерно 400 километров от Магадана по Колымской трассе. На прииске Дебин, Колыма, в 1951 году разрешили как-то группе зэков пособирать ягод. Трое заблудились, и нет их. Начальник лагеря старший лейтенант Петр Ламага послал истязателей. Те напустили собак на трех спящих, потом застрелили их, потом прикладами раскололи головы, обратили их в месиво, так что свешивались наружи мозги. И в таком виде на телеге доставили в лагерь. Здесь заменили лошадь четырьмя арестантами, и те тянули телегу мимо строя. И вот так будет с каждым, объявил Ламага. Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. Николай Гетман. Обед. Привезли Баланду. 1991 год. Как и в нацистских концлагерях, в советском ГУЛАГе зэков постоянно держали в голоде. Так быстрее ломалась воля к сопротивлению. Фитиль. 1987 год. Фитиль – это зэк, чьи силы на исходе. Доходяга. Пайка хлеба за дубаря. 1989 год. В правом нижнем углу на полу валяется умирающий зэк. Если соседям по бараку удастся какое-то время скрывать его смерть, будет лишняя пайка хлеба. 800 граммов на день. В ожидании расстрела. 1987 год. На сегодня, думаю, хватит. Это только капля в море подпольной советской живописи. Продолжение следует. Благодарю за просмотр и поддержку. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих разговорах о важном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова